добрый вечер уважаемые жители городов екатеринбург сургут тюмень москва всех тех городов которые мне знакомы по моей практической работе сегодня очередной эфир из майами сша флорида субботний эфир по мотивам ваших вопросов я представлюсь гужагин виктор владимирович врач психотерапевт и стаж моей работы 35 лет вот этот субботний традиционный эфир который я провожу издалека но адресуюсь к тем людям которые живут в этих озвученных мною городах и вообще по всему миру потому что интернет это всемирная паутина он должен что-то полезное для вас иметь и я уже много проводил десятков может быть сотен эфиров а потом понял что самое лучшее если вы что-то напишите а я что-то прокомментирую или расскажу новое чего может быть вы не знаете и у нас есть час но может быть минут 50 любой вопрос на психологическую тему пишите вот здесь сегодня эфир проходит синхронно в инстаграмм фейсбук и также запись будет выложена на youtube это все мои каналы которые я организовал для вас друзья вы можете быть моими пациентами вы можете просто быть интересующимися темы психологии вы можете быть моими коллегами как уже кстати и пишет мне мой лучший друг и очень серьезный врач психотерапевт максим александров я приветствую вас коллега из города екатеринбурга вы видите я немного тяну время вот максим мне пишет виктор привет и машет я очень рад максим вы очень серьезный доктор мой коллега рад что вы смотрите я может быть что-то для вас нового не расскажу но приятно когда коллеги врачи тоже наблюдает за нашим эфиром тяну время потому что хочу чтобы люди все подтянулись кто планировал вот этот эфир для себя еще раз повторяю он проходит по субботам в 21 час по времени екатеринбурга тюмени сургут это крупные такие вот города или 19 часов по москве ну наверное сейчас я поприветствую всех желающих присоединиться к нашему эфиру а тема такая был объявлен конкурс на тему вопросов было очень много просто бесчисленное количество вопросов вы написали но в основном как-то вот на этой неделе крутились темы вокруг такой которая звучит так как справиться с агрессией неконтролируемые гневом как отличить собственную какую-то гневливость за собственные как говорится промашки в жизни и какой-то посторонний негатив который особо к вам не имеет отношения как это дифференцировать как отличать значимые от незначимых тем которые могут вас возбуждать на агрессию или гнев в общем передача сегодня будет посвящена гневу агрессии что это такое откуда растут ноги в этой агрессии у этого гнева от отрицательных эмоций ну и что с этим делать и как бороться вот если тема это интересно пожалуйста присоединяйтесь кстати развивайте тему пишите какие-то наводящие вопросы свои случаи чтобы я не был просто говорящий головой вы пишите то что актуально для вас это уникальная возможность с опытным врачом психотерапевтом проконсультироваться спросить о чем-то вам ничего буквально это не стоит но если вопросы интимные то всегда можно со мной связаться по ватсап по вайберу и провести индивидуальную консультацию то есть это тоже возможно но если не стесняетесь пишите прямо в эфир и так я приветствую всех кто у меня на фейсбуке давайте всех просмотрю константин блесманович я вам машу ручкой игорь заяц машу ручкой максим александров конечно вас коллега приветствую обязательно обязательно участвуйте может быть как врач или как мой друг пишите что считаете нужным максим наталья романова машу вам ручкой вадим деков тоже самое приветствую вас далее сергей яковлев тоже вас приветствую а наталия чернопятого приветствую вас так виталий ч отлично вас тоже приветствую но очень много много людей нас смотрят что в инстаграме так татьев бадали машу вам ручкой так нелли сургут машу ручкой вам так ну тут очень много я на 1205 50 83 яночка я вас знаю машу вам ручкой это город нефтьюганск так сабликов 7 машу ручкой приветствую вас политого екатерина приветствую вас здравствуйте пишет екатерина как вы да ничего более-менее все неплохо так ну вот все тут мне отвечают ну давайте кто присоединиться позже я вас тоже представлю всей нашей аудитории итак начинаем уважаемые друзья а вы пока пишите вопросы пожалуйста очень важно свои вопросы от себя начинаем тема гнев агрессия что это как с этим бороться и как избежать этого поведения но совершенно очевидно что агрессивный гнивающий человек это безобразно дурно глупо нелепо сейчас объясню почему на общем вы и сами понимаете почему но что такое гнид что такое агрессия как высшее проявление гнева агрессивное поведение в общем все завязано на этой эмоции гнева ярости вот это высшие высшие отрицательные эмоции высшие отрицательные эмоции которые являются абсолютно непродуктивными порой неудержимыми порой компульсивными которые не подчиняются нашему разуму они происходят откуда-то из глубин нашего бессознательного разума и оседлать эту эмоцию практически невозможно вот что вы понимали это ям как психиатр и как психотерапевт врач рассказываю вот в этом вся сложность потому что ну да мы можем сейчас себе сказать агрессивность нехорошо гневаться нехорошо но это мы говорим сознательной частью своего мозга а наш бессознательный разум в котором и оседает все наши какие-то неудовольствия неуверенность обида злость какая-то она утрамбовывается жизнью потому что ведь очень много уколов мы получаем от жизни то вот жена или муж вас как-то обидит то дети неблагодарны то начальник с ума сошел кричит там ругает не по делу то деньги кончились то хочется чего-то а денег нет то здоровье не к черту там заболела тут заболела хоть ляжь и помирай в общем много вот нас ранит в жизни зависть там у кого-то дом большой а ты в хибаре живешь или снимаешь какие-то там лачуги в однушке вас десять человек а человек там где-то в трешке или в четырех комнатах ходит просто в трусах по четырех комнатной квартире вас зависть берет или шуба норковая какая-то там неимоверной красоты у женщина у тебя вот какая-то обдергайка цигейка но в общем завистью много у людей обид много или допустим вот изменил простила изменил простила измене изменила простил изменила простил но представляете сколько в жизни разных каких-то травматических событий ну вот что с этим делать но вы мозгом все понимаете что жизнь она бывает разное все вроде бы может произойти а потом накапливается 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 вот эти хронические психотравмы и обязательно вот должно сочетание нескольких каких-то жизненных ситуаций которые в итоге прорывают дамбу и все и как говорится и тут астапа понесло вот вы взорвались накричали может даже там за сковородку схватились понеслись за жертвы за обидчиком я не знаю что вы будете в этот момент творить когда у человека прорывают его эмоции отрицательные ярость наступают гнев ну в общем все все что он уже отпускает в себе то он себя не контролирует он себя не контролирует вот это состояние оно очень близко к так называемому патологическому аффекту есть в судебной психиатрии в криминологии такое понятие как патологический аффект там четкие есть диагностические критерии когда человек творит что-то не попадя что у него должна быть обязательно прелюдия то есть травматические события они наплевают каждую как говорится минуту его подготавливают к этому событию не он уже практически невольно совершает какое-то действие который он не контролирует но патологический аффект он обязательно должен сопровождаться такими диагностическими критериями как амнезия например чек абсолютно забывает что там он творил что он делал далее может случиться даже такое как литический сон взял человек и заснул прямо на месте преступления могут быть и нарушения физиологические функции то есть взял и обмочился как при эпилептическом припадке например то есть это говорит о том что тут задействована уже физиология на уровне нейрогенеза а вот когда этого всего нет а человек взрывается это близко к патологическому эффекту но все-таки не является патологическим эффектом но по сути своей все это одного поля симптомы так вот если с точки зрения разума подойти к этой ситуации то совершенно очевидно что гневливость ярость агрессия это абсолютно бессмысленные вещи ну представьте себе что вы хотите вот взять и там как-то сорваться на своей жене накричали наговорили даже наматерились толкнули возможно все что знали рассказали про нее и про ее жизнь и как вы думаете это поможет разрешению какого-то вашего конфликта с женой ну конечно нет я вам больше скажу это загонит ситуацию в абсолютный тупик вы вы спросите себя вот каждая ссора с женой она чем для вас заканчивалась вы когда-нибудь ее побеждали вы хоть один раз добивались этими отрицательными эмоциями какого-то своего положительного результата например стала добра к вам зауважала вас перестала как-то там относиться к вам может иронично или что-то вам такое дала чего никогда не давала ответ категорически нет кроме обиды кроме ненависти к вам кроме такой затаенный извините подколодный как вот змея которая сейчас может быть затаилась но потом и завернется и обязательно больно вас ужалит в 20 раз сильнее чем сейчас вы сделали ей если будете честны искренне то конечно же согласитесь что вы всегда после вот этой агрессивной вспышки своей после своей гневливости приползали на коленках и просили прощения ну может быть не сразу помолчали там может быть день-два месяц но потом все равно шли на попятную извинялись говорили что это в последний раз а вам говорили я тебе уже не верю потому что у тебя каждый раз это все происходит одинаково и выглядели вы глупо как нашкодливый нашкодивший какой-то там ученик или или котенок или собачонок бессмыслен этот гнев ничего он не дает гнев агрессия хороша вот эти эмоции хороши только на войне то есть если вы хотите убить человека очень хорошо подойдут вам и гнев и агрессия ответьте себе на вопрос вы на войне ваша жена ваш враг или ваш ребенок ваш враг вы хотите их убить если да то все вы делаете правильно если нет то все бессмысленно глупо и вообще нереально то что вы делаете вот у воинов у морских котиков у десантников морских пехотинцев специально вырабатывают определенными психологическими методиками агрессию то есть они должны быть агрессивными они должны засыпать на ходу и они должны быть воинами их работу убивать врагов поэтому вы тут что-то перепутали если если вы на войне то все классно а если вы в мирной жизни у себя дома или на работе у вас там начальник и вы не собираетесь его убивать все с агрессией надо покончить то есть мы с вами сейчас осознали первый тезис агрессия нелепая и гневание нелепое в мирной жизни ничего достичь невозможно мало этого нам это вредит выглядим глупо идем потом извиняемся делаем дурацкое лицо если вы уже в возрасте то тем более не солидно как-то вообще не серьезно итак не помогает вредит нам одна глупость ясно хорошо а что делать если заводит ну ситуация заводит вы выходите из себя что делать как в этот момент себя остановить но мы с вами говорим о том что не очень контролируется нашим сознательным разумом нас несет как говорится и тут остапа понесло то есть это вообще как будто неконтролируемое состояние мы гневаемся мы испытываем агрессию мы испытываем ярость как это остановить в этом весь вопрос как бессознательные явления все таки попытаться взять под контроль но поскольку я врач психиатр психотерапевт то ответ лежит на поверхности надо совершить конверсию то есть наше бессознательное действие превратить в сознательное это понимаете очень мудрая штука то есть от нас скрывается наша бессознательная часть личности а там где-то в потьмах бродит и несет нас вот мне пишут ой да когда несет тогда несет Наталия чернопятого мне пишет классно мне нравится ваша метафора ах вот мне кстати тут в тему пишет тоже политова Екатерина а если агрессия внутри молча ненавидишь всех вокруг не показывая вида внутри ядерный взрыв на пустом месте но это все как бы одно и то же или вас несет громко или вас несет тихо тихо несет потому что вы боитесь а если вы уже ничего не боитесь то вас несет громко но все это одно и то же так вот если вас несет агрессия захватила вас гнев ненависть вот что делать в этом случае в этом случае уважаемые друзья ваши эти бессознательные тенденции потому что мы не можем их брать под контроль нужно перевести в осознанность как это сделать нужно его обнаружить как в прятки играют ляпа нужно заляпать его вот вы чувствуете что у вас поднимается эта волна вы уже знаете что внутри есть же такие психосоматические признаки что поднимается изнутри как будто под ложечкой как будто вот горло подступает сейчас начнется корик или это ненависть тихая вот оно наступает вот оно сейчас начнется и когда вы чувствуете некие предвестники вашего состояния ярости вашей ненависти вашей агрессии вы должны всеми возможными способами обнаружить это явление чтобы оно не прорвалось как то знаете не осознанным образом независящим от вас а чтобы оно было застукано заляпано как в прятках что вы делаете значит можно опереться на наши органы чувств и на наше мышление и на нашу сигнальную систему это наша речь вторая сигнальная система первая сигнальная система это наши органы чувств глаза нюхаем обоняние ощущаем кинестетика слышим что-то аудиальная система думаем что-то но это уже наверное больше ко второй системе сигнальные а вторая система сигнальная это наша речь свойственно только людям кстати но и ментальное обдумывание это тоже свойственно в основном только людям так вот эти две сигнальные системы первую и вторую надо задействовать в этот момент ну конкретно давайте без как говорится умничения что делать самое лучшее как только подступает вот горло сейчас вы закричите вот у вас уже глаза выпученные все дыхание у вас там учащенное сердце бьется как трепетная лань вы готовы там ли волк броситься на жертву стоп вы себе говорите стоп стоп вот так скажите стоп или как в том ролике посмотрите его прекратите это немедленно в общем какое то нужно сказать слово стоп хватит можно вот так себя за горло взять стоп надавить нужно на горло нужно нажать на какие то точки вот так стоп зажать рот вы знаете как бы глупо вы не выглядели перед тем как вы сделаете глупость та глупость которую вы можете сделать она будет еще более глупой понимаете то есть закрыть рот надавить себе вот сюда на горло на сонные артерии может быть их прямо сжать или сказать себе стоп прекрати это немедленно уже знаете что будет сейчас это первое второе вот это вторая сигнальная система это сказать себя осознать а сейчас будет позор мой все прекрати это немедленно или вслух или ментально можно же себе сказать тихо про себя эй придурок остановись ты знаешь что потом на коленях поползешь извиняться прекрати стоп про себя скажите эти фразы далее действие какое то нужно сделать вот вот вы идете уже ругаться все быстро измените направление вектора своего движения пошел в холодильник взял бутылку воды выпил всю или стакан действие которое прерывает шаблон бессознательный следующее вот есть такая точка в китайской медицине вот если вот так вот сжимаете руку бугород такой получается первый палец ко второму приведите получается кожная складка и где она вот так вот завершается вот эта морщинка внутрь пальца надавите с силой почувствуете боль это точка хайгу называется ее силы начинаете вращать не меньше не знаю там ну 30 вращений сильно надавливая боль нестерпимая точка хайгу она позволяет человеку вообще оздоровится полностью и главное она очень седатирует останавливает ярость вот точка это точка которую вы моментально используйте можно незаметно взял вот так вот это вот как будто ты пожимаешь ладонь и нажимаешь тыльной стороной на эту складку внутрь второго пальца ну продолжение второго пальца надавливаете не меньше 30 раз с силой внутрь этой косточки все сразу как будто очнулись еще одна точка точка 3с сердце сосуды секс с середины ладони вот сюда нажимаете с силой тонизируете всю эту систему и в то же время снимаете агрессию можно незаметно до боли нажимаете чем сильнее нажимаете тоже 30 раз нажимаете так чтобы завалила затекла рука но агрессию снять легко следующее запоминайте точки реанимации вот когда человек находится в каком-то или бессознательном состоянии или в обморочном состоянии есть такие точки реанимации первая точка вот здесь верхняя середина верхней губы сюда с силой нажимаете можно иголочкой так чтобы кровь выступила даже так реанимирует людей то есть это экстренные способы возвращения к жизни или чтобы человек очнулся стал сознательным потому что когда он в ярости он находится в бессознательном состоянии и так нажимаете 30 раз вот сюда на середину верхней губы дальше следующая точка середина вот этого кончика носа начинаете вот так вот ногтем прямо сюда надавливаете да так надавливаете чтобы нос у вас покраснел сизый стал чтобы или иголочкой пусть кровь даже выйдет дело в том что я занимался очень много иглорефлексотерапией и это было еще в прошлом веке в 90-х годах и до сих пор практикую и есть такие точки которые очень быстро это нервные ганглии скопления огромные нервных узлов которые имеют связь со всеми жизненно важными органами и вот я сейчас показываю вам эти точки которые могут привести быстро человека в чувство и убрать его гнев дальше вот сюда посередине между кончиком подбородка и нижней губой давите силой да так чтобы просто у вас вот ногтем сильное нажатие было до боли делайте вот такую вот прессуру то есть вы делаете такое рефлекторное воздействие нажимаете на средину этого расстояния между нижней губой и кончиком подбородка сделали это отлично и последние точки это мочки ухо просто с силой нажимаете на эти мочки ухо так чтобы боль страшная пошла по всему организму я вам сейчас нервные ганглии показываю где скопление нервных ганглии это точки реанимации вот я вам сейчас приемы самопомощи показал я надеюсь вы их запомнили если не запомнили пересмотрите этот эфир я в ютубе это все тоже выложу и сутки будет все в инстаграме и фейсбуке держаться так вот уважаемые друзья мы первое что делаем говорим себе стоп это наша вторая сигнальная система через речь дальше мы себе просто физически надавливаем на горло закрываем рот говорим себе шадап заткнись как говорят англичане или замолчись заткнись по-русски неважно дальше не помогая значит мы себе делаем такую акапрессуру на точку хэгу воздействуем вот сюда вот ладонь складка образовалась кожная внутрь продолжение второго пальца вот сюда надавливаем до силы почувствуйте это больно дальше мы надавливаем на на середину расстояние между носом и верхней губой точка реанимации дальше кончик носа середина между нижней губой и подбородком и мочки ухо вот точки которые вас приведут в абсолютное здравое состояние то есть вы несетесь на ходу уже готовы там кого-то прибить говорите себе shut up стоп заткнули рот на горло нажали сюда 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 все стопроцентно помогает что еще можно сделать я говорил вам выпить стакан воды то есть нужно какое-то кинестическое действие или прерывание этого шаблона поведения то есть выпить стакан и кричать невозможно одновременно дальше вы можете посмотреть вокруг сказать себе очнись и посмотрите вокруг вокруг увидите очень много замечательных вещей которые вас окружают услышите что-нибудь включите уши послушайте что вокруг вас и почувствуйте что-то кожей своей и запахи какие-то ну и осмыслите ситуацию вот эти все приемы которые я вам сейчас показал полностью прерывают этот бессмысленный акт агрессии или ну скажем так гневливости или каких еще либо отрицательных эмоций что касается тихого ненавидения то здесь чуть сложнее потому что если мы говорим о внезапной вспышке то мы говорим о том что это явление приходит и уходит она надо только поймать этот запускающий момент и остановить себя а вот если вы тихо себя ненавидите за то что живете с таким болваном например или детей которые такие придурки или еще за что-то там ненавидите других весь мир и так далее здесь уже речь идет о такой глубинной проблеме которая возможно завязана на элементах депрессии вот с этим нужно уже работать с депрессивным состоянием если это длительное явление то как говорится welcome к врачу-психотерапевту я провожу консультации по скайп ватсап можете написать мне что-то сюда в фейсбук в инстаграм и опишите свою проблему уважаемые друзья я думаю что сегодня вопрос который мы разобрали с вами стал более ясен и понятен вам что вот агрессия невливость обидчивость нелепые глупые эмоции которые только разрушают все внутри убивают нашу иммунную систему а если это так то кроме рака ничего не наживешь вот отрицательные эмоции особенно очень сильные не важно что они там не выплескиваются они внутри когда тихо ненавидишь это вы практически убиваете себя это аутоагрессия и если вы этим долго занимаетесь долго практикуете то долго не протянете я вам предлагаю помощь врача-психотерапевта запишитесь на индивидуальную встречу позвоните мне мой телефон 897252 и после этого мы с вами можем один на один разобрать вашу личную ситуацию я сейчас прочитаю ваше послание что вы написали значит вот пишет любовь сахну выходит агрессия это определенное состояние которое невозможно контролировать но не всем же нужно давать давить на определенные точки чтобы остановить агрессию правильно это какая-то особенность характера ну конечно любовь вы абсолютно правы мы же сейчас разбираем экстренную помощь проблема то в том что если вы хотите изменить свои черты характера глубину то вам конечно нужно обратиться к врачу-психотерапевту чтобы он ну как то проработал ваши внутрилические конфликты от чего у вас возникает агрессия что вас так раз раз задоривает на крик и откуда растут ноги у вашей агрессии откуда этот характер у вас такой вот развился или что вы тихо там ненавидите это все анализируется на приеме врача-психотерапевта но что вам не пришлось извиняться ну вот я вам предлагаю то что предлагаю быстро остановить вашу вспышку гнева вот такими приемами самопомощи а так конечно вы любовь абсолютно правы нужна проработка ваших внутрилических конфликтах с врачом-психотерапевтом что еще пишут так ну вот приветствуют Натали так тоник машу вам Татьяна Левина так тоже машу вам ручкой так всех-всех кто присоединился к нам тоже вас барбер отлично вас тоже так фирсова машу вам ручкой так а любовь вас приветствую тоже так дашинская приветствую вас так талит талиде приветствую вас марченко приветствую вас ветчук приветствую а пламенный от меня вам привет когда к нам пишет Яна ну я думаю что я в местах моего обычного приема уважаемые друзья врачебного приема буду ближе к ноябрю месяцу сейчас если у кого-то есть острый какой-то вопрос по лечению пожалуйста я всегда на скайп ежедневно веду прием очень плотный и средства наши позволяют коммуникации хорошо проводить лечение по разным вопросам так здесь еще посмотрю кто присоединился юрий шуров машу вам ручкой так марина малыш так Данила тоже вам машу ручкой так Елена Ивукина машу вам ручкой Ольга Никитина приветствую вас Анна Кулик машу вам ручкой Пабло Гарсия машу вам ручкой вот ну вот надо мне да уже тут Радик Барсук вам машу ручкой Любовь Сахно уже вас приветствовал да Елена Белоусова тоже машу ручкой уважаемые друзья многие кто присоединился к нам может быть не сразу о чем-то может быть поспорят со мной пишите может быть что-то вам как-то мои советы показались может быть какими-то странными но я говорил вам о том что наши отрицательные эмоции они вот родом все из бессознательного разума и чтобы их остановить чтобы не было мучительно больно за ту глупость которую вы совершите внезапно остановите это любым способом может быть тем которые я вам показал сейчас на этом все уважаемые друзья подписывайтесь подписывайтесь на наши эфиры в ютубе в инстаграме на фейсбуке и все что мы сегодня рассказывали это было по мотивам ваших писем если вы будете писать какие-то темы заявлять мы их обязательно будем прорабатывать следующих эфиров следующий эфир состоится в субботу также в 21 час по екатеринбургу в 19 по москве жду вас приятно было со всеми вами общаться всем доброго до свидания до новых встреч на встрече